Сегодня в Новосибирске стартовал форум «Армия-2019», в рамках которого все желающие могут увидеть технику и оружие, состоящее на вооружении российской армии. На выставке побывал мой коллега Дмитрий Антипов. На выставке можно увидеть самые разные экземпляры боевой техники, бронетранспортеры, боевые машины, вертолеты, самолеты, танки. Некоторые экспонаты представили новосибирцам впервые. Есть и образцы, которые даже в войсках можно увидеть нечасто. Например, танк Т-80. От всех остальных машин, находящихся на вооружении нашей армии, он отличается в первую очередь двигателем. Т-80 работает на газовой турбине, что дает ему сразу несколько плюсов. Во-первых, он очень быстрый. Разгоняться он может на скорость более чем 100 км в час. И работать он может в любых условиях, вплоть до полярного холода, собственно, для чего он изначально и разрабатывался. Обо всех образцах посетителям рассказывают профессиональные военные, те, кто непосредственно управляют техникой, в том числе и в боевых командировках, подробности которых они, естественно, держат в секрете. Очень много людей спрашивают. Очень много вопросов и очень разные. Например, аббревиатуру МТШ, что значит. Ну и, конечно же, интересуются вооружением вертолета. Особый ажиотаж происходит вокруг боевой авиации. На выставку привезли как ударные вертолеты Ми-24 и Ми-8, так и реактивные самолеты. Для того, чтобы попасть в кабину, нужно отстоять очередь. Не часто у обычных городских жителей появляется возможность сесть за штурвал боевого вертолета. Никогда не думала, что могут гражданские лица получить доступ в кабину такого вертолета боевого. Потому что это все-таки техника, какая-то секретность должна быть, наверное. Но вот очень рада, что именно довелось это посмотреть так изнутри, так сказать. И впечатления такие остались очень значительные от этого всего мероприятия. Выставка продлится три дня. До места проведения организовали дополнительный общественный транспорт. Вход на территорию военного аэродрома «Свободный». Дмитрий Антипов, Артем Валевич. Новости ОТС.